Жители дома на улице Жигарева в Твери жалуются на протекающую крышу. Во время обильных снегопадов квартиры верхних этажей начинает затапливать водой. Обои покрываются подтеками, осыпается штукатурка, а плесень расползается по стенам. В проблеме разбирался наш корреспондент. На первый взгляд, эта пятиэтажка в центре города, постройки середины 80-х годов прошлого века, внешне выглядит вполне благополучной. Однако это до тех пор, пока не попадешь в подъезд. Люди жалуются, кровля дома после дождя и первых оттепелей дает течь. Вода заливает крышу дома, а оттуда течет по потолкам и стена. Так в квартире Ирины Громовой идут дожди. И так уже несколько лет. Женщина не один раз обращалась в управляющую компанию, однако получала только отписки. После каждой протечки я обращалась в управляющую компанию. Приходили представители, делали оценку, составляли акты. Они подтверждают то, что протечка есть, кровли, страдает квартира. Но, к сожалению, помимо того, что они отписались, что они посмотрели, итогов результатов работы, как бы, видите, налицо. Ирина рассказывает, раньше их топило только летом и весной. Но в этом году, видимо, из-за обильного снегопада и нечищенной крыши дождь с потолка пошел и зимой. Женщина обращалась в различные инстанции, но конкретного ответа так и не получила. Мне пришли отписки о том, что не видят они проблемы в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране. Выездные комиссии они не проводят. Угрозы жизни, по моему заявлению, они как бы не видят. И, извините, подтекст заявления звучит как бы так, что, вы знаете, когда крыша на вас впадет, вот тогда и обращайтесь. Дом построен в 1986 году. И жильцы и не помнят, когда здесь последний раз проводили капитальный ремонт. Вода льется и по стенам подъезда. У соседки Ирины Громовой и Елены ситуация схожая. Кроме того, женщина опасается за состояние электрощитка, где находится устройство, которое защищает проводку от короткого замыкания и скачков напряжения. В связи с залитием крыши течет, соответственно, мне, получается, на дверь квартиры. И, получается, вот здесь три щитка, кладящие на квартиры, соответственно, льется на них тоже все с крыши. Ну и, получается, вот непосредственно стена, на которую льется, эта стена является моей квартирой. В 2020 году Елена подавала в суд на управляющую компанию и выиграла дело. Сделала ремонт за свой счет, однако компенсацию так и не получила. А сейчас и новый ремонт под угрозой. На новый ремонт у меня уже опять началась течь. И вот в этой квартире я даже жить не могу, потому что, ну, плесень, вот это все, и жить в этом, дышать этим. И вот подавала, вот опять же, жалобу в ГЖИ, и, к сожалению, они отписали, что эта угроза жизни и здоровью, она никак не влияет. К сожалению, это моя только проблема. Вода добралась и до этажей ниже. Квартира Инны Беринштейн осталась без электричества. Женщине пришлось своими силами пустить временную проводку. Как и другие жильцы дома, Инна опасается, что вода подбирается к электрощитку. Я цвета, ну, нигде. Вот эта вот временка пущена моими силами, даже не управляющей компанией. То есть мне в этом даже никто не помог. И результатов никаких. Я боюсь, что подбирается та лужа вот эта, она подбирается к щитку. То есть если по моей стене провода, ну, как сказать, они перестали работать, то где гарантия, что сейчас не отрубят 14-ю, 15-ю, вот эту всю вот эту вот нашу часть дома. Инна рассказывает, что периодически свет выключается и на первом этаже, и не работает домофон от входной двери. Для разъяснения сложившейся ситуации мы обратились в управляющую компанию. Ответ оказался необычным. Нам рассказали, что постоянные протечки крыши связаны с особенностью строения дома, а сама кровля находится в удовлетворительном состоянии. Проблема на данном доме состоит в том, что кровля оборудована средним ливнестоком, и при данных погодных условиях ливнесток постоянно застывает. Вот, в связи с чем скапливается влага на кровле, в связи с большими осадками, соответственно, скапливается влага на кровле и протекает в районе ливнестока. Как пояснили в управляющей компании, сотрудники постоянно очищают кровлю от снега и наледи, а также отогревают ливнестоки по мере возможности. Не всегда это заканчивается, скажем так, стопроцентным успехом. То есть иногда он отогревается и через час снова застывает. Соответственно, регулярно проводятся мероприятия по отогреву, очистки кровли от снега и наледи. Отдельно мы попытались разъяснить ситуацию с отключением электричества в квартире. Технический директор управляющей компании сообщил, что электричество до щитка поступает без перебоев. Наш электрик смотрел все, проверял. Данное имущество принадлежит самому собственнику. И протечек со стороны щитка не зафиксирован вообще. То есть проблема с электричеством, скажем так, до конца не установлена. И, скорее всего, проблема либо в самой квартире, либо на пути сетей электричества уже, скажем так, по стене до квартиры. Сейчас главное желание жильцов – исправить сложившуюся ситуацию общими силами вместе с управляющей компанией. Чтобы в собственном доме было комфортно и безопасно находиться. А пока жителям остается надеяться, что погода будет к ним благосклонна. Продолжение следует...